Мощный пожар и дым. Украинские беспилотники вновь атаковали российский регион. В этот раз под ударом оказался Михайловский горно-обогатительный комбинат в Курской области. В компании заявили, что дрон попал в резервуар с топливом, из-за чего возник пожар. Это подтвердил и губернатор области. Сегодня совершена очередная атака на Курскую область со стороны Украины. Беспилотный летательный аппарат атаковал склад горючих смазочных материалов в Железногорском районе. Сейчас есть горение, оперативные все службы выехали на место происшествия. В результате атаки никто не пострадал. Этот комбинат – одно из крупнейших в России предприятий по добыче и обогащению железной руды. Он принадлежит бизнесмену Алишеру Усманову и производит сырье, которое впоследствии используется для оборонной промышленности, в том числе на Уралвагонзаводе, где производят танки для войны с Украиной. Эксперты отмечают, вслед за объектами нефтеперерабатывающей инфраструктуры ВСУ с начала года стали активно наносить удары и по металлургическим заводам. Также украинский беспилотник был сбит и над Воронежской областью, сообщил местный губернатор Александр Гусев. Пострадавших нет. Он заявил, что опасность атак сохраняется и призвала местных жителей прятаться в укрытиях в случае повторных атак. Позднее ТАСС уточнил, что сбиты три БПЛА возле нефтехранилища в ПГТ «Анна». Тем временем в украинской разведке утверждают, что после вчерашней атаки морских дронов на российский корабль Сергей Котов ранены 27 человек. Семь членов экипажа считаются безвозвратными потерями, то есть погибшими или тяжело ранеными. А в СБУ продемонстрировали новую модель морского беспилотника «Си-Бэйби», с помощью которой украинцы намерены эффективнее уничтожать российские корабли. Они могут передвигаться со скоростью 90 км в час на расстояние более тысячи километров. «Это дрон с новыми, значительно улучшенными мореходными качествами и возможностями, который точно сможет доставить полезный груз весом более тонны на расстояние более 1100 километров. Я пока не могу назвать вам другие параметры, но мы придерживаемся такой стратегии, что это должна быть универсальная платформа, на которой мы будем размещать и уже размещаем интересное вооружение, которое очень хорошо показало себя и эффективно поразило уже четыре российских корабля в районе Севастопольской бухты осенью прошлого года». Тем временем Россия подвергла Украину массированные атаки беспилотников. По данным ВСУ из Краснодарского края, Курской области и оккупированного Крыма было запущено 42 беспилотника. 38 из них удалось сбить. Воздушная тревога продолжалась пять часов. Хуже всего пришлось в Сумской области. Власти региона сообщили о трёх прилётах в Сумах. Один из беспилотников упал прямо во дворе жилого дома. В квартирах выбиты окна, повреждены несколько автомобилей. Ранены четыре человека. Им оказали медицинскую помощь на месте. «Во всех комнатах выбиты окна. И на балконе тоже. Только спальню не задело. Она на ту сторону выходит. Я спала на диване, и меня накрыло осколками. И я услышала взрыв. Заплакала, закричала и начала собирать свои вещи, чтобы бежать». «И начала собирать это. Вещи текать». Ночью Россия также ударила по Покровску Донецкой области. Там пострадал один человек. А утром снова атаковала баллистической ракетой Одессу. Ряд СМИ сообщили, что в городе в этот момент видели кортеж Владимира Зеленского. Взрыв произошёл незадолго до встречи греческого премьера Мицотакиса и Зеленского в 150 метрах от места расположения греческой делегации, сообщила греческая газета «Прототема». Президент Украины и премьер Греции не пострадали, но уже известно, что в результате удара есть погибшие и раненые. Ранее визит Зеленского в Одессу не анонсировался. В Одессе также прошли траурные мероприятия и похороны погибших после удара российского дрона по девятиэтажке 2 марта. Тогда были убиты 12 человек.